Первые тревожные сообщения о затоплениях к сотрудникам департамента ПЧС стали поступать 1 апреля. Так, сильный поток воды реки Арыс размыл несколько участков дорог, а также бетонные плиты основания моста на трассе Западная Европа-Западный Китай в Ардабасинском районе. Тогда возникла угроза обрушения, и поэтому специалисты приняли решение перекрыть воду по каналу. По данному вопросу быстро создана специальная комиссия для визуально обследования данного моста. Факт подтвердился. Возвижение и предупреждение ЧАЭС совместной местной полиции ограничено движение по данным направлениям для всех видов транспорта. Организован обездная дорога через Тимирлан к Ардабасинскому району. Восстановительным работам были привлечены 18 человек и 7 единиц специальной техники. В этот же день, спустя несколько часов, чрезвычайная ситуация возникла в Атрарском районе. Здесь угрозу населенным пунктам также несла река Арыс. В Атрарском районе для предупреждения чрезвычайных ситуаций из-за прохождения большой воды была проведена большая работа по восстановлению временной защитной дамбы. Эта дамба расположена в селе Тимир Атрарского района. Было уложено 3000 мешкотар, и таким образом протяженность дамбы, 150 метров, была надежно укреплена. Не обошла стороной Сихея и областной центр. В Шемкенте подтопленными оказались частные дома на трех улицах – Тажибаята, Ахмаржан и Кожаново. Жители улицы Кожаново рассказывают, что за последние полгода их дома под водой оказываются уже шестой раз. С тех пор, как здесь начали ремонтировать дорогу. С момента сдачи дороги, это было в октябре прошлого года, нас мучает такая проблема. Каждый раз, как идет дождь, при малейшем даже дождике, лотки наши не справляются. Видимо, при конструкции дороги были допущены какие-то ошибки. Мы неоднократно обращались в Акимат города, в дорожную службу. Но постоянно получаем один и тот же ответ, что якобы все выполнено согласно проекту. Но тем не менее, проблема остается та же самая. Как считают жители улицы, от потока воды дома могли бы спасти бордюры, установленные за рыками перед тротуарами. Но специалисты городского Акимата утверждают, что нынешнее расположение бордюра вполне соответствует строительным нормам. Согласно своду норм и правил строительства, бордюры можно устанавливать как за ирригационными сооружениями, так и перед ними. Поэтому здесь никаких нарушений нет. На проспекте Таукхана также заливает, но там у нас есть несколько ливневок возле остановки, парковки и в наиболее низких местах. Но насколько строительные нормы соответствуют удобству горожан, сказать трудно. Впрочем, жители потопляемых домов руки не опускают. Жители улицы Кожанова о своей проблеме уже написали президенту республики.